Я просто очень рад, что вы нашли время и возможность встретиться со мной. Я не считаю себя гостем Армении, потому что приезжаю сюда по моим маршрутам достаточно часто и в основном по радостному поводу. Хотя, когда я приезжаю, я обязательно посещаю и грустные места, потому что это уже стала традицией. Грустные места – это памятники, это могилы моих друзей армянских, кладбища. Это отец моего друга Артака Толмасяна. Это мой самый любимый памятник Арно Бабаджаняна здесь. Я такого эмоционального памятника не встречал нигде. Это желание было поблагодарить как-то в Армении композиторов, с которыми мне посчастливилось работать в Москве. Известные вам композиторы, при том это была достаточно кропотливая работа. Не просто сегодня пригласить оркестр, которым руководил и руководит заслуженный деятель искусств Овсяников. Не просто их было привезти сюда, разместить, арендовать это замечательное помещение, театр оперы и балета. Все непросто. Все это, да еще и концерт в основном благотворительный. А та часть билетов, которая будет продана, если она продана, по решению председателя нашего фонда Толмасяна, пойдет в помощь детям, которые, к сожалению, заболевания переносят онкологически. Композиторы Армении, которые написали много замечательных песен армянских, которые поют везде, даже не зная о том, что это песни армянских композиторов. Начал я с композитора Александра Павловича Долуханяна. Это первый армянский композитор, с которым мне довелось работать в Москве. И у него, ну то, что он был супругом и музыкальным руководителем, такой выдающейся армянской камерной певицы, какой была Зара Долуханова. Его песни стали всесоюзными известными, такие, как «Моя Родина», такие, как «И мы в то время будем жить». Он прекрасный был пианист, прекрасный композитор. Потом я вспомнил Экимяна, когда ко мне пришел в артистическую один армянин в генеральской форме работника внутренних дел, Алексей Гургенович Экимян. А потом началось сотрудничество с Жаном Татляном, которого вы знаете. Никто из вас, например, не знал, что Тухманов, автор такой знаменитой песни «День Победы», у него папа армянин из Нагорного Карабаха. А все, никто не знал, что он еще считали, скажем, Бабаев, Андрей Бабаев. Нужно было поставить эти таблички в конце, когда будем расходиться. Андрей Бабаев, почему-то в связи с тем, что его первым исполнителем его песен был Рашид Бейбутов, считали, что он азербайджанский карабах. Он армянский, из Нагорного Карабаха. Андрей Бабаев. И он написал те песни, которые сегодня молодежь поет. «Я встретил девушку полумесяцом в рот». Знаете эту песню? «А только у любимой могут быть такие». Тоже знаете? Это написал Андрей Бабаев. Но, безусловно, самым знаменитым композитором, самым популярным был Арно Рутюныч Бабаджанем. Мой большой друг. Еще один прекрасный композитор, мой друг, Микаэл Таревердиев. Это все армянские композиторы. И Армения должна гордиться ими. И Армения не должна забывать эти песни. Вы их услышите завтра много. Вот впервые, после отсутствия многолетнего, выступит певец армянский, который мне когда-то, 10 лет тому назад, очень понравился. Такой Рафаэль Масумян. И я его пригласил вместе с Артаком принять участие в этом концерте. Будут ваши любимые исполнители из Армении. Мы решили, в связи с тем, что этот концерт армянской музыки, армянских популярных песен, исполняется практически в День Республики. Практически. Только что прошел День Республики, я знаю, нет, форум или как он называется? Что сейчас было посвящено юбилею? Армения и Диаспора. Армения и Завтра, да? Диаспора. Диаспора. Да, 16 лет. Вот. Это приурочено тоже к этому событию. Ну и мы будем очень рады, если это будет глотком воздуха. Армянские композиторы как бы от их имени прозвучат. Хоть их уже практически всех нет в живых, но как бы от их имени прозвучат в Армении их песни. Со мной рядом Артак Товмасян, который корнями врос в свою родную землю. Он и по дипломатической линии представляет Армению. Бывает много за рубежом. И в России. И учредил он фонд армянской культуры, благотворительный фонд. Поэтому, если у вас есть вопрос, предложения, замечания, пожалуйста, не стесняйтесь, высказывайте их. Мы постараемся на них ответить. Спасибо. Спасибо. А какие русские исполнители будут завтра выступать? Какие? Русские, да. Какие русские будут, русские исполнители, завтра? Подождите. Русские песни я буду петь в России. А армянские песни будут петь в Армении. Да, но исполнители русские будут. А кто будет из исполнителей? Кто будет из исполнителей армянских? Нет, из российских, русских. А, из русских? Нет, из русских больше нет. Будет оркестр, большой оркестр, под руководством заслуженного деятеля искусства Овсянникова, Павла Борисовича. А солистов вам хочется Киркорова, Баскова. Из русских артистов будет только Иосиф Давыдович. Да. Знаете, когда шутку такую, когда говорили? Ян Фрэнкель, стихи Инны Гофф, «Русское поле», поет Иосиф Корзо. Так что, ну какой смысл к вам? Вы слушаете в эфире по телевидению, по радио. У вас здесь звучат записи русских исполнителей. А вот почему они не поют песни армянских композиторов? Вот этот вопрос нужно задать им. Поэтому, я знаю, может быть я вас огорчил, но придется послушать исполнителя из России Корзон. Есть какая-то черта между армянских композиторов или от других? Вы знаете, черты, я считаю, нет. Музыке всего семь нот. И они, конечно, повторяются. Поэтому музыка бывает разная. Симфоническая, камерная, эстрадная, джазовая. Черты нет. Например, у вас есть замечательный композитор. Мой молодой друг такой, я его считаю молодым, по сравнению со мной. Роберт Амирханян. Прекрасный композитор. Который продолжает линию тех композиторов, творчество которых мы привезли на ваш суд сегодня. Разницы особой нет. Но я ценю композиторов, которые пользуются национальным орнаментом. То есть черпают свое творчество из такого музыкального богатства национальной культуры. Так же, как, скажем, использовал их Тайвердиев, Бабаджанян. Так же, как использует прекрасный, я его уже назвал, Роберт Амирханян. Вот. Особой разницы нет. Но для меня дорогие цены те композиторы Армении, которые внесли в свое творчество армянский орнамент. Армянскую характеристь. И поэтому, я, например, всегда наугад узнаю, эта вот музыка звучит армянского композитора. Потому что она характерна. Но особой разницы, особой черты я не вижу. А у тебя, в вашем репертуарном учении есть армянские песни? Что? Армянские песни есть в вашем репертуарном? Армянские песни? Я попросил исполнить человека, который с первым я записывал армянские песни, Артака Томмасяна, Ереван Исирюнахчи. Когда случилась беда землетрясения в спитаке, песню написала композитор Людмила Лядова. Ей сейчас 92 года. Она, слава богу, жива. И там были такие слова. Меркнут все слова и все сравнения. Жить нельзя у совести в долгу. Боль моя, сестра моя Армения, Чем смогу тебе я помогу? Прозвучала эта песня. Искренняя, честная песня. А потом Артак Томмасян спел. Он очень хорошо поет. И я попросил, чтобы он в нашем концерте, чтобы он тоже поработал немножко. Исполнил, чтобы он, сын его, племянник его, чтобы они тоже исполнили армянские песни. Вот он должен был петь, я не знаю, если не отобрали коллеги. Ах, сырун, сырун. Будешь петь или другой будет петь? Другой будет петь. Отдал, поделился. Молодец. Прозвучат. Любимые популярные, которые вы, к сожалению, притом я без упрека об этом говорю, к сожалению, это упрек я бросаю моему поколению, которые не передают как эстафету музыку своих старших товарищей. Мы ее не должны забывать, так же, как Россия не должна забывать песни русские, народные песни. Такие, которые пела Лидия Андреевна Русланова, Людмила Георгиевна Зыкина, Ольга Борисовна Воронец. Сейчас в России, к сожалению, к огромному, не звучат русские народные песни. Сейчас радиостанция называется русская, народные песни. Русское радио. А песен русских нет, не звучат. Нельзя забывать. Это богатство национальное. И нужно его и пропагандировать, и ни в коем случае не забывать. Так, что прозвучат армянские исполнители, которых вы тоже крайне редко почему-то видите и слышите, они тоже выступят. И, может быть, они дадут такой толчок средствам массовой информации, чтобы в дальнейшем по телевидению армянскому звучали по радио армянскому, звучали песни и творчество армянских композиторов на армянском языке. А можно вопрос? Я всегда выключил. Погромче, если можно. Да, можно поставить. Я хотела бы спросить, как вы вообще относитесь к званиям? Заслуженные, народные? Потому что обычно сейчас, вот когда дают какие-то звания, вы в свое время хотели вернуться. Я помню, вы из Губии, вообще вот много говорили об этом. Как вы вообще считаете, как вы относитесь к званиям? Переведи с русского на армянский. Как вы относитесь к званиям? То, что народные артисты, или так далее, выручения создавшихся? Вы знаете, что это... Я, например, в Армении просил некоторых артистов представить высокому званию. Что это такое? Это не дает никаких материальных благ. Это символическое признание заслуг для родных, для близких, для поклонников, для широкой аудитории. И, конечно, материальный стимул, который отсутствует, к сожалению, он компенсируется этим признанием. Я обращался к президенту Армении. И супруга президента, она поддерживает постоянно талантливых молодых исполнителей и сама обращается. Я не знаю, в какое время суток обращается она к президенту. Но, во всяком случае, обычно всегда благожелательно она относится. И когда я ей говорю, Маргарита, вы как вообще, вам нравится этот исполнитель? Она говорит, очень. Я говорю, ну попросите супруга, чтобы он присвоил звание. Ну, говорит, ой, мой, я уже столько раз просила. Я говорю, еще раз попросите. Это, безусловно, имеет большое значение. Такое поощрение, что тебя ценит не только публика, что я себя тоже отношу к публике, но и государство, но и официальные власти тоже признают твои заслуги. Ну, хорошо, когда исполнители ценят отношение государственное к себе, когда они занимаются национал-патриотизмом. Я прошу вас не путать слово национал-патриотизм с национал-шовинизмом. Когда вы гордитесь тем, что вы армяне, когда вы гордитесь своим творчеством, своим достижением, это называется национал-патриотизм. И поэтому, когда вас называют народный артист Армении, можете себе представить, какую гордость испытывают мои коллеги, когда они перед тем, как их объявить на сцене, говорят, сейчас поет или выступает заслуженный артист Армении, такой-то, такой-то. Это очень важно, потому что ордена и медали. Вот вы спросите у меня, по-моему, все звания, которые существуют у нас, я горжусь тем, что я их получил. Даже жена создала такой музей семейный из наград. И когда у меня спрашивают, какими званиями я горжусь. Кстати, что касается Армении, я награжден высшими наградами Армении. Горогин вручил мне орден Святого Месропа в первой степени, а Роберт Цедракович, президент, вручил мне также орден Святого Месропа в первой степени, но в светский орден. Так что два высших ордена армянских я с гордостью произношу и ношу. Но из звания я никогда не ношу. Видите? Не звезд. Я герой Донецкой Народной Республики, это моя родина. Я герой Чернобыля со звездой. Я герой труда России со звездой. Но я никогда ничего не ношу. Я считаю, что это символические награды. Для артиста, для меня самая большая и высокая награда это народный артист Советского Союза. И я первый после нашей так называемой перманентной революции 91-го года, когда все стали пугливо скрывать свое отношение. Их не так уж много. народных народных артистов Советского Союза из живущих вообще практически нет. Соня Ротарова, Алла Пугачева, ваш покорный слуга и все. А их всего девять. Первый был народный артист Советского Союза Утесов. Потом была Шульженко, потом Райкин. Для того, чтобы получить звание народного артиста Советского Союза, нужно было пройти этапы заслуженного артиста республики, в которой ты проживаешь, народного артиста республики, который ты представляешь. И только после этого, если ты заслужил звание народного артиста Советского Союза. И когда стали стесняться этого звания, я первый вышел на сцену Центрального Зала России в Москве и сказал Ангелине Вовку, которая вела концерт и объявила меня народным артистом России, я сказал, Ангелина, объявите меня правильно, я народный артист Советского Союза. Это мое самое высокое дорогое звание. И поэтому я прошу всегда, когда меня представляют публики, называйте меня народный артист Советского Союза. Хотя у меня еще депутат Государственной Думы, я уже 21 год депутат Государственной Думы, и герой, и все, что угодно, и все высшие ордена за заслуги перед Отечеством Вишни. Но для артиста самое высокое звание народный артист Советского Союза. Спасибо. Спасибо. Спасибо.